Личный кабинет. Продолжение. Шаг шестой. Рассмотрим раздел «Техосмотр сайта», с помощью которого можно автоматически проверить работоспособность сайта. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, вам достаточно ввести доменное имя вашего сайта и нажать кнопку «Проверить». Результат проверки предоставляется в двух видах. Во-первых, это схема, на которой показаны задействованные в работе сайта элементы, начиная от доменного имени и заканчивая контентом, размещенным на вашей хостинг-площадке. Во-вторых, итоговое текстовое сообщение, в котором выведен результат проверки и рекомендации. Шаг седьмой. Перейдем к разделу «Мои заявки». Он включает в себя две вкладки «Отправка» и «История». Рассмотрим вкладку «Отправка», с помощью которой вы можете оставлять свои заявки, такие как заявки на участие в проходящих акциях. Если у вас возникли вопросы по оплате и списанию средств, вы можете написать заявку в финансовую службу. По общим вопросам вы можете оставить заявку в отдел клиентской службы. Рассмотрим вкладку «История», благодаря которой можно проследить тему, дату, IP-адрес и номер вашей заявки, а также узнать о статусе и дате ответа по вашей заявке. Шаг восьмой. Рассмотрим последний из разделов личного кабинета «Настройки». Он включает в себя две вкладки «Регистрационные данные» и «Смена пароля». Рассмотрим вкладку «Регистрационные данные», в которой находятся ваши данные. Для их изменения вам достаточно просто ввести в нужное поле новые данные и нажать кнопку «Сохранить». Переходим к вкладке «Смена пароля», с помощью которой вы можете сменять свой пароль. Для этого необходимо ввести текущий пароль в соответствующее поле. В поле «Новый пароль» ввести ваш новый пароль и продублировать его в поле «Повторить новый пароль». Нажимаем кнопку «Смена пароля». Теперь вы можете использовать новый пароль.